Ну что, всем огромнейший, огромнейший, просто пламениший привет, мои дорогие зрители! У нас сегодня с вами видео о заказе Фоберлик по какому каталогу? По 14 каталогу, следующий каталог у меня в заказе имеет место быть. Девочки, это наше с вами на этот момент последнее постановочное видео. Со следующей недели я обещаю, что мы с вами погоним влоги. И почему я сейчас не снимаю влоги, задается очень много вопросов. Там, Ань, ты чего от них устала? Либо там еще какая-то причина, девчонки, влоги я снимать люблю. Влоги снимать, ну, не то что проще, там свои какие-то особенности, да. И я не могу сказать, что влоги это выход из моей зоны комфорта, там и так далее, и тому подобное. Просто этой осенью со мной творится что-то невероятное. Я просто шизею, как говорят, да, в массах по косметике. Мне хочется чего-то нового в плане ароматов. Мне хочется буйства красок в макияже. Я просматриваю абсолютно все каталоги, которые приходят мне на обычную почту, да. Такую физическую почту, на электронную почту. Я чуть-чуть не сделала заказ Арифлейм. Я просматриваю все предложения, которые предлагает мне Айфраше. Я не знаю, что со мной происходит. Хочется чего-то нового. Хочется обновить свою косметику. Хочется попробовать все абсолютно. Поэтому, собственно говоря, в постановочных видео я хочу показать вот именно свое настроение. Что я заказала, что из этого получилось, да. Поэтому, ладно, буду как-нибудь во влогах, наверное, потихонечку показывать. Потому что, ну, это уже не смешно, да. Полный переход на постановочное видео. Ладно. Итак, заказ по 14-му каталогу. У меня заказ вообще какой-то невероятный. Практически на 10 тысяч рублей. Мне идет от этого заказа еще автозаказ. Ну, так называемый, не то что до заказа, а то, чего не было на складе. И я реально не могу остановиться. В общем-то, напишите мне что-нибудь такое мозговправляющее, наверное. Так, я хочу у вас попросить такого еще. Не то что совета, а такой рекомендацию мне такую дайте. В общем-то. И с одной стороны, я вот когда делала заказ по 14-му каталогу Фаберлик, я отметила этот факт, что набрать в Фаберлик 50 баллов для меня просто нереально. И 50 баллов это сейчас практически 7 тысяч рублей. Но тут уже накопились параллельные другие какие-то заказы от клиентов. И вот набежала сумма 10 тысяч рублей. Мне муж просто обалтеет, когда узнает. Ну, ладно, я надеюсь, что до момента оплаты я соберу все эти деньги. Хотя бы налом. Начнем, наверное, по порядку. Я хочу вам срочно в экстренном порядке показать вазу, которую я заказала в компании Фаберлик. Вазочка, она... Алиночка там тоже снимает, наверное, ролики с папой. Вазочка, она позиционировалась несколько каталогов назад как новинка. Там побольше вазочка есть и поменьше. Итак, вазочка приходит вот в такой вот коробочке. Плюс еще она запакована в такую пупорчатую клееночку. Девочки, посмотрите, какая это красота. Я как бы сначала ее не заказывала, меня душила жаба. Но сначала ее не было на складах. Потом она все-таки появилась. И 899, по-моему, рублей по цене каталога. Мне показалось, что это дороговато. На девчонке она стоит каждой своей копеечки. И ваза из фикс-прайс просто нервно курят в сторонке. Эта ваза оптимально будет подходить именно под интерьер моего зала. Посмотрите, какая классная. И, конечно, никаких сколов на момент брака. Обязательно просматривайте заказ при получении. Посмотрите, как внизу все оформлено. То есть здесь такие штуки, чтобы ваза не царапала поверхность. Чтобы не было вот этого скрежета, которого я жду уже. Мне кажется, практически от любой посуды уже на каком-то инстинктивном уровне на самом деле. Фаберликом написано на днище. Ваза объемная. Высота вазы стояла в каталоге как-то пугающе. Я подумала, что она будет низкая. Нет, это нормальная ваза под обычные букеты. Посмотрите, такое обрамление, да, горловина еще. Даже без этой ленточки атласной она будет красиво смотреться. Смотрите, все так сделано, все очень гладко. Никаких неровностей. Я просто балдею по этой вазе. Я закажу себе обязательно еще маленькую вазу из этой коллекции. И в этой вазе я планирую хранить, знаете что, поставить сюда искусственные пионы. Девчонки, напишите, где можно приобрести обалденные искусственные пионы белые. Я посмотрю в фиксе. Если мне в фиксе не понравится ассортимент, я буду заказывать на Али, выискивать что-то. Но вот это тоже не то, что моя мечта, но моя цель, да, в декоре. Поэтому, девчонки, ваза это просто что-то с чем-то. Мне она очень понравилась. Так, коробочку я вам показывала. И ваза шла в отдельной вот такой упаковочке, в отдельной коробочке. И, ну, дабы продукт не разбился, да. И в этой коробочке еще у меня пакетик. Он бесплатно предлагается. И чек. Ну, по поводу суммы заказа я уже оговаривалась. И что касается каталога, вот он, каталог следующий, 15-й. И, девчонки, что с нами творит бренд Фаберлик, я не знаю. Здесь только много новинок декоративной косметики. Именно консилеры новые, тональные средства. И, причем, такой ассортимент оттенков, да, диапазон, я имею в виду, что я просто, я поняла, что я что-то себе опять закажу. Короче, девчонки, посмотрите, вот такой вот тональный крем. Конечно, 1000 рублей, это не бюджетно, но он позиционируется как флюид. Мягкая посадка, шелковистая текстура, ультраматовый финиш. Все, что нам нужно. Оттенки, посмотрите, да, и светленьких два. Но я его брать точно не буду, потому что 1000 рублей все-таки дороговато. Но вот это чудо-юдо, посмотрите, консилер, новинка от Фаберлик. Мне их тоналки очень нравятся, в основном все, за исключением каких-то вот этих возрастных увлажняющих текстур. В общем-то, оттенок 6340 обязательно попробую. И смешная цена 400 рублей минус скидка 20% для представителей Фаберлик. Что касается вот этого вот представительства, регистрации, я всегда предлагаю, рассказываю. Девчонки, вступайте в мою команду Фаберлик. Будем работать вместе с вами. Вы едино, так скажем, да, и если вы зарегистрируетесь вот по этому каталогу и, 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 с 5 по 25 октября, вы будете делать заказ и будете заказывать любые товары и получите каждый шестой товар в подарок бесплатно. Ну, то есть такая беспрецедентная акция, чего-то подобного в Фаберлик еще не было. И я на самом деле вот так вот немножечко торможу, когда рассказываю про представительство, потому что я вместе с вами все это изучаю, да. Ну да, в ваших заказах каждый шестой товар будет бесплатным. В общем-то, закажи шесть товаров, один из них с наименьшей стоимостью, получив подарок. То есть вы какие-то нюансы все это почитаете, девчонки. Ну, прикольно, прикольно, потому что вот этот шестой товар может быть абсолютно любым, да. Это и одежда какая-то, ну, кроме каталогов, пакетов, пробников и других вспомогательных товаров. В общем, можно схитрить и выбрать себе что-то такое вкусненькое. Что касается, да, ссылка на бесплатную регистрацию в компании Фаберлик будет в описании этого ролика. Девочки, регистрация бесплатная. Вам нужен только номер телефона и ваши паспортные данные в плане имени, фамилии и отчества, и даты рождения. Вот и все. А потом здесь у нас с вами вот такие вот новинки. Это уходовые новинки за лицом. Там всякие тоненькие умывашки, подмывашки. Но у меня вот этого всего в изобилии, поэтому я заказывать себе ничего не буду. И вот такой уход в виде гелий для душа, кремов для рук. Это у нас французские десерты тут с черникой, с бананом, с лаймом. Ну, с бананом, наверное, попробую. Девчонки, муссы тут всякие. А, скраб для тела, лаймовый сорбет. Скрабики. Суфле для тела. Суфле для тела малиновый мельфей. Наверное, будет вкуснотища. Ну, в общем, да. Потом, что меня еще заинтересовало. Ну, конечно, каталог сильный на этот раз опять. И, ну, что-то я выбрала. А, я буду обращать внимание на шапки, потому что обычно нет времени как-то сновать по магазинам. Там выбирать себе шапки, а все равно выходишь из дома в осенне-зимний-весенний период ежедневно до садика доехать, до магазина доехать. И обнаруживаешь, что ходишь в какой-то старой драной шапке. Пусть лучше будет шапочка Фоберлик. И будешь всегда на высоте. Они у них отличного качества. Я, кстати, беретку себе заказала. Сейчас померим вместе с вами. И шапки у них есть тут и объемные, и такие тоненькие, и также перчатки в ассортименте новинки представлены. Поэтому обратите внимание, я буду, конечно, наверное, завтра-послезавтра опять делать заказ. В общем, такой каталог. Спасибо, что послушали мое такое нудное очередное вступление. Давайте уже приступим к заказу. Так, я вот этот коробец отложу. Итак, я ничего из упаковок не вытаскивала, поэтому сорян. Первое, что в моем заказе, моя сестра выбрала себе комплект нижнего белья. Давайте немножечко пороемся в чужом нижнем белье. Мы же все любим это дело, да? Итак, это бюстгальтер. Девочки, бюстгальтеры приходят в отдельных пакетиках. Это коллекция Story d'Amour. И бюстгальтер вот таким вот образом упакован, закомплектован, так скажем. Девчонки, какие это супер мягкие чашечки. Это просто, это такая даже а-ля шелкография какая-то. И посмотрите на чашечках, вот такое вот обрамление. Это пушап моделька и размер 70B. Сделан просто неподражаемо, девчонки. Себе тоже надо такое взять в моем размере. И так, как коллекция это называется, Story d'Amour. Designed in Italia. И так, наверное, и называется коллекция, собственно говоря. Вообще так приятно держать этот бюстгальтер в руках. Это просто непередаваемо, поверьте мне на словах. И сестра, так, нога у меня затекла немножечко. Ну, как обычно, да, старость не радует. Сестра заказала себе еще трусишки. Вот нашла их. Так, трусишки у нас вот такие. Это должны быть стринги. Размерчик у нас на этот раз XS. И я была, и сестра моя была очень рада, когда мы обнаружили, что все есть на складе. Смотрите, какая липота, какая красота. И это такой, ну, полупрозрачный такой материал. Вам, наверное, не видно. Знаете, очень качественное нижнее белье в компании Фаберлик. Да, есть отдельные экземпляры. Но вот этот комплект, это что-то с чем-то. Вообще, конечно. Дальше я, как и говорила, я заказала себе беретку. Я, с одной стороны, понимаю, что беретка, это, ну, как бы, более возрастной головной убор. Да, но я вспоминаю себя в студенческие годы, я носила беретки, мне нравилось их носить. И мне казалось, что они мне идут. Ну, то есть, это такой мой некий стиль. И вот такая вот зеленая беретка, я вам говорила, что я ее себе приобрету. Ну, в общем, почему бы и нет. Давайте я волосы вот так за уши сделаю, да. Так, сто лет их не носила, как наискосок. О! Наискосок или как так можно? Слушайте, она прям в обтяжку, ее особо наискосок не сделаешь. Ну, вот как-то так. Не знаю, мне захотелось. Береточку. Как-то на мне не маловато, потому что в каталоге она была изображена вот так наискосок. И вроде бы тут как еще оставалось место береточное. Ну, в общем, что скажете. Не знаю, я люблю беретки. Это моя какая-то ностальгия. Ну, сейчас я в процессе съемки, я сейчас посижу и немножечко пойму, что она из себя представляет. Может быть, как-то ее переодену. Ладно. Беретка. Окей. Дальше мужу. Муж такой-сякой говнюк. Куда-то я провалилась из кадра, куда-то вниз, да. Ну, бывает. Я, на самом деле, на мягкой кровати, мой Мишуткин муж, короче, не померил вот такой вот джимпирог. Посмотрите. Серенький. Это такая определенного рода новинка. Я так поняла. Посмотрите, какой приятный цвет и интересный дизайн. То есть тут на плечиках вот такие вот штучки, как они называются. Я умничать не буду. И это тонкий свитерок, трикотажный свитерок, без начесов, без воротника а-ля валет. В общем, в каталогах, если вы просматривали, вы его видели. Там есть такой свитерок еще в темно-синем оттенке. Ну, муж не мерил. Мне кажется, ему будет как раз 54 размер. В общем-то, да. И грудь, посмотрите, как сделано. Тут вроде бы как полосочки, да. Ну, такой вроде бы интересный, но ничего лишнего. Ладно, померит. Мне просто самой было еще, честно говоря, не до этого. Я ему говорила, но ему говорят, я поможет, что-то он померил. Потом, что в моем заказе уже вещевых заказиков нету. Ну, берет он и в Африке. Берет, в общем, да. Прямо вот по диаметру головы он впритык мне сидит. Так, давайте я вот так вот немножечко ногу вытяну, с вашего позволения. Ладно, это уже мои перлы пошли. Вещевые заказы закончились. Быстренько пробежимся по, получается, остальному всему. Но остального всего тоже очень много. Я заказала для Алиночки гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера. Вот такой вот линейка Фаберлик Бэйби. Постоянно пользуемся. Я пользуюсь и на мальчиков тоже использую. И вот такие штуки у нас уходят, как горячие пирожки. Особенно если вот такая штука попадет в руки мальчикам, и они начнут мыть в ванной свои машинки. Это все пиши пропало и заказывай новые средства. А потом жидкое мыло. По-моему, я заказала его за баллы бесплатно. Да, вы в Фаберлик, когда становитесь консультантом, вы накапливаете баллы. И потом на эти баллы вы выбираете себе просто продукцию. Вот такое жидкое мыльце с розой. Очень люблю. И для нас такой расходник. Я с таким мылом делаю еще и уборку дома. Клиентка заказала у меня вот такое крем-мыло для рук питательное Ля Крим. Это у нас с миндальным молочком и молочными протеинами. Тоже постоянно берут отличные штуки. И вот такое вот крем-мыло для рук увлажняющих. Нежное прикосновение. Это тоже линейка Ля Крим. Так, зубные щетки пошли. Эта зубная щетка клиентка, по-моему, выбрала для ребенка. Ну, такая голубенькая у них есть еще для девочек. И вот такая зубная щетка уже тоже клиентка себе заказала. Она идет с ионами серебра в средней жесткости. И такие щетки, если вы меня смотрите, то, знаете, заказываю своему мужу на регулярной основе. Потом, ни один мой заказ не обходится без чего без влажных салфеток. Это Фаберлик Бэйби. Вот такие вот салфеточки. Нам хватает где-то на полторы недели одной пачки. И такие салфетки заказала еще моя клиентка. В общем, супер. Супер салфетки. Потом я заказала для себя вот такой вот карандаш пятновый водитель универсальный. Дети пошли в садики, мальчики. И, ну, каждый день стирка белья. И без такого карандаша вообще никуда. Девчонки, он реально работает за 100 рублей. Просто нужно ему дать время экспозиции. То есть нужно ему дать время для того, чтобы он поработал, да. Чтобы он, ну, среагировал с пятном. Так, еще вот такое вот жидкое мыло для рук у меня в заказе. Это уже прованские травы, да. Лаванда и мартель. Тоже отличная штука. И у нас такое жидкое мыло сейчас стоит в обиходе. И это, по-моему, клиентка заказала. Я уже не помню, кто у меня что заказал, либо это мне. Потому что заказов очень много. Вот по этому каталогу заказ. По следующему каталогу уже зазрел заказ. По прошлому каталогу девчонки постоянно звонят и спрашивают. Ань, а он еще работает? Ань, он еще действует? У меня в голове вот такой вот кавардак. И еще плюс заказы Эйвен, да. По следующему каталогу уже определились заказами. И через каталог определились с заказами. Поэтому я могу что-то путать. Ошибаться. Комплекс экстрактов череды лаванды и календулы для купания малышей. Ой, что-то вообще прям как водичка там все стало. Все это история. Это, по-моему, не мне. У нас Алиночка купается уже во всем, в чем купаюсь я сама. Потом за баллы я взяла вот такую краску. В общем-то, это линейка Ботаника и оттенок горький шоколад 4.0. Я крашу волосы на регулярной основе. И вот такие вот все насыщенные шоколадные оттенки. Это моя история. Раз в полтора месяца обязательно приходится окрашиваться. Потому что, ну, тот еще седой лунь. Обязательно уйдет эта краска. Я смешиваю там, что-то колдую. И получается индивидуальный для меня оттенок. Потом у меня в заказе клиентка выбрала активный крем для век. Это линейка Пролексир. Ну, как по мне, это вот именно для кожи вокруг глаз до 30. Потом уже немножечко, мягко говоря, ни о чем. Потом, потом вот такой вот пятновыводитель. Уже не помню мне либо клиентке. Ну, он работает. Мне нравится. Именно в купы с порошками Фаберли. Попробуйте. Реально какой-то эффект есть. Потом, давайте я тоналочку оставлю на десерт. И покажу вам бытовую химию. Бытовая химия в основном вся для меня. Для меня это такой расходник. Сами понимаете, большой дом свой, да. И трое маленьких детей. И мне получается выгодно заказывать бытовую химию Фаберли, потому что я консультант Фаберли. Плюс еще у меня накапливается небольшая объемная скидка. Вот с этой объемной скидкой от моей структуры мне выгодно получается. Поэтому я выбрала концентрированный бальзам для мытья посуды с клубникой, со сливками. Я таким сейчас пользуюсь. И я вот все, что заказывала про заказ, про заказ, про запас, у меня все раскупили. Поэтому я сделаю еще запасик. Потом, давайте сюда прям буду складывать. Потом универсальное средство для кухонных поверхностей заказала моя мама. Она тут вот что-то как-то грязновато. А что касается этикетки, вам, наверное, не видно. Что-то это вот меня смущает. Это как так. Потом для цветного белья наконец-то появился вот такой гель для стирки. Я, конечно же, взяла. Должны быть две упаковочки. Это мой самый любимый гель для стирки от бренда Фаберли. Поэтому попробуйте. И неприятного, ненавязчивого аромата нет. И стирывает хорошо. Мне нравится. Для детского белья подходит. Вот еще одна упаковочка такого гелика. Потом у нас с вами для ванной комнаты чистящие средства универсальные. Здесь их должно быть два. Одно заказала моя мама, другое я взяла себе. Потому что там была акция. Вот когда два берешь, получается сладкая цена. И такие штуки у нас уходят просто как горячие пирожки. Потому что я ими отмываю унитаз. Девчонки, напишите, как часто вы отмываете свой унитаз. У нас, когда все дома, да, мальчики не в садике, то через день я его драю. Так все. А на голове прическа под названием лошадь хочет какать, да? Ну ладно, улыбнитесь. Потом, значит, еще одно такое чистящее средство для ванной. И еще с миндалем штучка для мытья посуды. Вот этот концентрированный бальзамчик, да, из новинок. Ну что, приступим к самой сладкой части нашей программы. Что-то тут просто осталось. От билетки вот этого я не люблю, конечно, но... Ладно. Что получила, то я показываю. Итак, внимание. Тональный крем Glam Team Makeup. Увлажняющее тональное средство для лица. Это Everyday Masturizing CC Foundation Everyday. Почему мы его любим? Он создает легкое покрытие с натуральным финишем. Комплекс там какой-то эффективно увлажняет кожу. SPF 15. Слушайте, SPF 15 это круто. Вот таким образом выглядит вот эта тоналочка. И мне вот понравилось, в каких цветах представлено вот это данное тональное средство. Там светлых оттенков с разными потонами. Три штуки. Так все, они охрипло. И у меня это оттенок слоновая кость. То есть с теплым потоном. Девчонки, это полностью, стопроцентно мой оттенок. Я им, к сожалению, еще не пользовалась. Но вот посмотрите, вообще прям мой оттенок. Сейчас растушую. По аромату. Очень такой легкий аромат. Вы его не будете чувствовать. Посмотрите, он белесый такой, да. Он светлый. Это уже плюс в мою копилку. Вот аналог. И я его свочила на руке неоднократно. Пахнет. Я даже не знаю. Это что-то типа неярко выраженного тути-фрути, что ли. Смотрите, все. То есть мой стопроцентный оттенок немножечко посветлее. Потому что я все-таки после моря буду пользоваться непременно, бесповоротно. И, конечно же, еще растушуем. Таким вот образом все это дело выглядит. Такая тоналка вообще. Я очень довольна и своим заказом, и своим выбором, и всем, 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 всем. И всем, что сейчас происходит на самом деле со мной. Ну что, мои дорогие, это был весь мой заказ по 14-му каталогу Фоберлик. Обязательно оставляйте свои комментарии, что вы любите Фоберлик, что вы заказывали Фоберлик. Являетесь ли вы представителем какой сетевой структуры, да? Эйвен, Фоберлик, Арифлей, может быть, любите и фрошеток. Алина там папе устраивает. Да, да, ну пускай, пускай папа немножечко почувствует себя папой, да? Потому что, ну, человек, ну, как бы, все равно постоянно находящийся на работе. Вот, поэтому я спокойно отношусь, когда ребенок около отца плачет. В общем, все, девочки, я буду с вами уже прощаться. Желаю вам отличной, теплой, солнечной осени. И совсем скоро мы с вами увидимся в новом ролике. Пока-пока.